Друзья, не хочу вас разочаровать, но у вас есть плохие привычки, которые убивают ваш стиль. В сегодняшнем видео 5 плохих привычек, которые рушат ваш образ. Первая плохая привычка – вы держите руки в карманах. В некоторых культурах держать руки в карманах считается плохой манерой. Множество экспертов по языку тела также имеют свою точку зрения по этому поводу. Конечно, в зависимости от культуры, ситуации, но большинство людей воспринимает это как жест сокрытия. Почему он держит руки в карманах? Зачастую человек не знает, что с ними делать, потому что он нервничает. Ему просто нужно пристроить свои руки. Если вы все же это делаете, то можно правильно поместить свою руку в карман. Вот способ, как выглядеть сильнее и доминантнее. Поместите кисти в карманы и оставьте снаружи большой палец. Так вы будете восприниматься уверенным, знающим, о чем говорите, восприниматься в позитивном ключе. Наоборот, если вы спрячете свои большие пальцы в карманы, то это будет восприниматься большинством как нечто бунтарское. Так как избавиться от этой привычки? Для себя я нашел способ. Я держу свои руки занятыми. Часто я поправляю свое кольцо. Такую заменяющую привычку я приобрел. Я считаю, что она не такая разрушительная, как засовывать руки в карманы. Кому как нравится. Кто-то трогает часы, собственные пальцы. Можно держать ручку, когда выступаете. Чего вам стоит избегать? Так это не увлекаться. Не крутите ручку, не ломайте себе пальцы. Это перебор. Вторая плохая привычка, которая убивает ваш стиль? Плохая гигиена рта. Друзья, заботьтесь о своих зубах. Первое. Чистите зубы два раза в день. Но не нужно ждать 15 часов, если вы поели нечто сладкое. Потому что сахар формирует налет на эмали, что может привести к гингивиту, что приведет к проблемам с сживанием. Друзья, я знаю, что это такое. Я чистил зубы дважды в день, но я не соблюдал кое-что другое. Я год не посещал своего стоматолога. Да, я пропускал медосмотры. Нужно посещать зубного каждые полгода. Он удалит налет зубов, что предотвратит гингивит. Поговорим о технике чистки зубов. Многие используют старую зубную щетку. Вы гордитесь тем, что ей уже год и продержится еще? Нет. Меняйте щетку каждые три месяца. Почему? Потому что вы должны быть уверены, что щетинки в хорошем состоянии, чтобы справляться с работой. Нужно правильно чистить зубы, а именно круговыми движениями. Но многие так и продолжают чистить взад, вперед. Третья плохая привычка. Бедные коммуникативные навыки. Посмотрите правде в глаза. Вы не представляетесь другим людям. Вы приходите на вечеринку, на корпоратив и стоите в углу, пьете пиво, чтобы набраться смелости. Друзья, это не наш способ. Возьмите инициативу, протяните руку и представьтесь. Спросите имя у человека, запомните его имя. Можно даже ассоциировать с чем-то. Слушайте его. Не ждите своей очереди говорить. Слушайте, что он говорит. Попутно задавайте хорошие вопросы. И как бонус люди вокруг, которые не участвуют в разговоре, захотят присоединиться. Познакомьтесь с ними. Знакомьте людей между собой. Когда вы отработаете навык знакомства, люди будут запоминать вас и при этом высоко оценивать. Четвертая плохая привычка, я считаю, ну, это привычка, использовать слова-паразиты. Я признаю, я использую слова-паразиты. Я понимаю, что мне нужно поработать над этим. Почему мы используем слова-паразиты? Потому что мы пытаемся сделать паузу, дать себе немного времени подумать перед тем, как говорить. Так что с этим делать? Почувствуйте комфорт в тишине. Говорите немного медленнее. В более свободной манере. И готовьтесь к речи. Если вы выступаете, если вы разговариваете с группой людей, вы можете взять с собой подсказки. Ничего страшного, если перед вами будут ваши записи. Когда вы начнете говорить, определите слова-паразиты. Когда вы заметите звуки ум, э, честно говоря, и все слова-паразиты, ведите им счет. Тренируйтесь и уничтожьте их. Да, вы можете иногда снова их использовать. Я сам замечаю за собой. Но нельзя переставать работать над этим. Если вы разберетесь с ними, вы определенно поднимите свой стиль на новый уровень. Следующая ошибка, которая убивает ваш стиль, вы грызете ногти. Как это исправить? Признать, что у вас есть эта проблема. Что дальше? Первое, держать ногти в порядке. Короткие ногти вам незачем кусать. Я считаю, что маникюра будет достаточно, если вы хотите преодолеть эту привычку. Вы также можете использовать горький прозрачный лак для ногтей. Да, господа, нанесите горький лак для ногтей. Его специально делают для мужчин и женщин, которые грызут свои ногти. И когда вы попытаетесь укусить ноготь, вы почувствуете этот вкус и осознаете, что делать этого не стоит. Ведь зачастую это происходит бессознательно. Мы даже не задумываемся, когда подносим руку ко рту. Вам нужно преодолеть эту привычку. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть в комментариях, какие плохие привычки я упустил, что бы вы добавили в это видео. Будьте честны с собой. Определите свои плохие привычки и напишите о них в комментариях. И посещайте своего зубного врача каждые полгода. Друзья, берегите свои зубы. Друзья, берегите себя. Я ценю вас. И на этом все. Почему вы еще здесь? Почему все еще смотрите это видео? Вы ждете, что произойдет волшебство? Может вы хотите посмотреть, как я чищу зубы? Друзья, все, видео закончилось. Идите занимайтесь своими делами.